Всем привет! Меня зовут Руслан Хубиев, и знаете, я с утра, когда проснулся, не собирался снимать такой ролик. Я в принципе не собирался сегодня снимать ролики. У меня работы по переводу много, монтируются старые ролики, типа камера села и терафон, а все это готовится. Я знаю, что вы ждете от меня немножко другого, но зайдя в интернет, я наткнулся на комментарий. Вот этот вот комментарий, я здесь его покажу. Этот комментарий, он навел меня на мысль о том, что я не говорил на одну из самых важных тем, связанную с, скажем так, усовершенствованием своих знаний в рамках комиксов. Это углубление в эту индустрию и избежание каких-то ошибок, ошибок новичков и, в принципе, вещей, которые, скажем так, не помогают вам. Одна из этих главных ошибок это синдром, что лучше. Что лучше, Marvel или DC? Те, кто давно общаются со мной, те, кто ходят на наши эфиры, расскажут на раскраски, кстати, приходите, каждую неделю уже три года ведем, а вы до сих пор не пришли, ай-яй-яй. И те, кто следят за мной не только в деятельности канала, но еще и в других отраслях, скажем так, знают мое отношение. Я очень много раз его озвучиваю на лекциях и везде насчет темы, что лучше, издательство X или издательство Y. И так, как я считаю, это рубрика, в которой я говорю очевидные вещи, которые в итоге оказываются далеко не самыми очевидными, именно поэтому данный ролик я решил посвятить проблеме Marvel или DC. Снять этот ролик я решил буквально, часов нет на руке, 15 минут назад. То есть 15 минут назад я листал ленту, нашел комментарий, понял, что пора, понял, что надо, взял камеру, поставил, свет включил, сел и говорю. Поэтому никакого сценария я буду, скорее всего, запинаться, это болтология, это говорящая голова, так что готовьтесь. У вас есть знакомые, может быть, вы сами спрашивали друга, подругу, слушай, а что лучше, как ты думаешь, Marvel или DC? На что зачастую был ответ, Marvel лучше, потому что там Паук есть и Дэдпул смешной, или DC лучше, потому что я что дурак, я что маленький читать эти марвеловские комиксы, DC мрачный, реалистичный, по-взрослому все, там, Бэтмен, он не убивает, но он такой весь себя супергерой без суперсил, и Хранители, и вообще я читаю Альтернативу, Альтернатива лучше Большой Двойки, там, лучше Marvel и DC, я читаю Вертига, я читаю им. Вот все вот это вот. Наверняка хотя бы раз вы с этим сталкивались, если не сами были источником этого вопроса. Если вы смотрите этот ролик, я надеюсь, что к концу вы измените свое отношение и будете ставить вопрос немножко под иным углом. Что лучше, Marvel или DC? Давайте все это систематизируем. Когда можно задавать такой вопрос и какой можно получить ответ? Что лучше, Marvel или DC? А. Где сильнее героя, у Marvel или у DC? Вот один из вариантов интерпретации данного вопроса. Кто сильнее, мы откидываем сразу же, это бред, это глупость, я ни в коем разе не поощряю все эти поиски пруфов и так далее. И сравнение, кто сильнее, на основе чего угодно, на основе своей фантазии или же фактов из биографии. Потому что все это меняется и потому что все зависит от автора. Далее, если мы отбрасываем комиксы, очень многие гики, буду их назвать так, очень многие гики строятся понимание, что лучше Marvel или DC, основываясь на мультфильмах, мультсериалах, фильмах, сериалах. То есть вот на всем на этом. О том, какой вы получили эмоциональный отклик от произведений, получили ли. То есть понравилось оно вам или нет. Ну и третье, когда мы доходим до комиксов. Как вы могли заметить по комментарию, там была суть как раз таки в комиксах, что Marvel совсем охренели, бред какой-то в комиксах печатают своих. Вообще издательство с ума сошло. А давайте еще раз разберем, что такое издательство. Издательство это большое число разнообразных авторов и художников, которые работают в штате, на контракте, неважно. Которые работают под единым тайтлом Marvel. Есть огромное число художников, леттереры, если это не аутсорсинг какой-то, авторы комиксов, корректоры у них есть, у них есть редакторы, у них есть выпускающие редакторы, у них есть офисы в конце концов. Да, кто не знал, в издательство зачастую, если мы говорим про большую двойку, там все делится на... Есть офис паука, офис иксов, офис альтернативы. Есть так называемый даже стендалон офис. Стендалон офис это часть издательства, которое занимается комиксами, более-менее не связанными со вселенной. Это Груты, это Вижены, это Говардутки и так далее. А теперь давайте подумаем. Говоря, что издательство скатилось, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что в издательстве все вдруг резко стали плохо писать? Или плохо работать? У всех случился кризис идей? Или еще что-то? Мы осуждаем, по сути, мы осуждаем комплексную структуру за то, что какие-то из ее шестеренок плохо работают. У нас есть издательство DC, допустим. И у него выходят такие комиксы, как Justice League, как Зеленые Фонари, как огромное число других вот таких вот комиксов, которые отвратительные. Ну, лично, на мой взгляд, отвратительные. Хитч на Лиге это нечто ужасное. И Лига Справедливости в рамках Rebirth, которая сейчас идет, она ужасна. Буду ли я говорить, что издательство DC говно? Нет, конечно же. Буду ли я говорить, что издательство DC хуже, чем Marvel? Нет. Потому что у DC есть такие комиксы, как Batman, Detective Comics, Superman, Super Sons, Wonder Woman. Хорошие комиксы есть у издательства DC. Скажу больше, хорошие комиксы есть и у издательства Marvel, Thor, Paugs Darsky, Cable, Джин Грей и огромное число других комиксов. Разумеется, и у того и другого издательства есть плохие комиксы. Они всегда будут. Потому что это слишком, слишком большое количество людей работает. Поэтому, говоря, что вам нравится, допустим, издательство Marvel, но не нравится DC, это значит, что вам нравится ряд серий у издательства Marvel. Но вы не хотите читать хорошие серии в издательстве DC, потому что либо, а, вы боитесь, потому что слишком сложно, и вы говорите, что Marvel лучше, тем самым Marvel не лучше, Marvel привычнее. В Marvel вам все более знакомо, большее число фильмов вышло, вы много всего смотрели. И поэтому Marvel лучше, только Marvel не лучше, как и DC не лучше. Marvel просто это нечто более привычное вам. Вы мне скажете в ответ, оу-оу-оу, почему у тебя, типа, по левую, у меня по левое плечо, скорее всего, по правое, почему у тебя столько комиксов Marvel, если ты не считаешь, что Marvel лучше? Потому что комиксов Marvel я читал больше, намного больше. И знаете, прочитав огромное число комиксов, и в том числе комиксов Marvel, я не считаю, что одно из этих хуже. Я знаю лишь то, что в Marvel я читал очень много говна, и очень много неплохих комиксов. Поэтому я больше знаю в Marvel, чем в DC. Поэтому вы, как читатели, возможно, начинающие читатели, которые только-только собираются знакомиться с комиксами, пожалуйста, одна мысль, буквально одна мысль, которая должна засесть у вас в голове. Комикс – это не продукт издательства. Комикс – это продукт автора. То есть, ругая комикс, вы не должны свою злобу переносить на издательство, которое им издает. Вы должны переносить ее на конкретного человека, писавшего сценарий, и конкретного человека, занимавшегося рисунком. Вы не поверите, но издатели, зачастую, вот именно издатели, вышка, скажем так, главные редакторы, редакторы и прочее, ребята, которые стоят наверху, они не так много правят. Да, разумеется, вносится редактура, да, что-то ужимается, да, что-то разрешается, а что-то нет. Но суть в том, что если автор пишет из ряда вон, если он пишет плохо, то он и будет писать плохо. Только из его плохой писанины вы не должны ставить крест на хороших комиксах, которые издает то же самое издательство. Уже на раннем этапе. Я знаю, что, скорее всего, вы меня не послушаете. Скорее всего, это придет с опытом, это приходит с опытом, это приходит с рядом прочтенных комиксов. Вы должны в первую очередь смотреть не на то, кто издает, а на то, кто пишет или кто рисует. Я же говорил это на своих лекциях, с чего начать читать комиксы, как начать читать комиксы, у меня даже ролик на эту тему был. Вот вы прочитали комикс, он вам понравился. Причем понравился вам не только из-за персонажа, а то, какие там сюжеты, как там все вывернуто, или как он нарисован, допустим. Вы берете, открываете первую страницу или вторую, смотрите, кто писал, кто рисовал. И вас не должно отталкивать, что он писал в другом издательстве. Если вам нравится стиль автора, вам он понравится, скорее всего, и в других комиксах. Ну, за исключением, конечно же, потому что иногда авторы меняют свой подход и прочее, но факт есть факт. Но это касается даже не только большой двойки, господи, это распространится на всех. Я не хочу читать альтернативу, потому что там нет моих любимых супергероев. Я не хочу читать супергероев, потому что там ничего интересного для меня нет. Какие-то чуваки в трико в трусах бегают. Моя задача, то, что я пытаюсь сделать в рамках этого канала, в рамках этого влога, в рамках своих поездок, не знаю, там с лекциями, в рамках встреч и общения, это убрать у людей привычку узкомыслить. Попытки побудить знакомиться с чем-то новым и не бояться этого делать. А фразы вроде «я не буду читать DC, оно говно какое-то, я слышал, там мне блогер один сказал, или не буду читать Марвел, он говно какое-то». Ну, по сути, вы лишаете себя одного, пускай даже одного, двух, трех, четырех тайтлов, четырех серий, долгих серий, которые могли бы принести вам удовольствие и расширить ваше познание, расширить ваше знание в области комиксов. Я очень надеюсь, что подобная простая мысль найдет отголосок хотя бы у части аудитории, части людей, которые меня смотрят. Потому что, избавившись от очередного барьера между вами и комиксами, хорошими комиксами, вы станете на шаг ближе к пониманию всей красоты данного искусства. Спасибо, что смотрели и... Всех благ! Субтитры сделал DimaTorzok